ПТОЛЕМЕЯ Положение Птолемея XI Авлета, отца Клеопатры, было непростым. Незаконно рожденный, он получил египетский престол в результате бунта граждан против римского ставленника. В Риме ходили слухи, что убитый во время восстания Птолемей X, последний законный правитель страны, оставил завещание, в котором он передавал египет в наследство римскому народу. В Риме, добившийся в то время власти Юлий Цезарь, выдвигал в Сенате планы включения Египта в состав римского государства. Это грозило Птолемею Авлету потерей трона. Перед смертью Птолемей Авлет оставил завещание, в котором просил римский народ позаботиться о его царской семье. Это означало, что Египет должен стать римской провинцией, но царская семья сохранит свой титул и положение. Самой старшей в этой семье была Клеопатра. Ей исполнилось 18 лет. По обычаю египетских фараонов, она вышла замуж за своего родного брата, 10-летнего Птолемея XII, и вместе с ним разделила египетский престол. Кроме них, в царской семье оставались еще младшие дети, дочь Арсеноя и сын Птолемея XIII. Своё завещание Птолемей Авлет передал римскому полководцу Помпею, поэтому Помпей считался исполнителем последней воли царя и опекуном его детей. В первые же годы после смерти Птолемея Авлета власть попала в руки придворных малолетнего наследника. Всеми делами заправляли Евнух Патин, учитель красноречия Теодот и командующий дворцовой стражей Ахилла. Клеопатра не поладила с ними. Это привело к гражданской войне. Клеопатра бежала из Александрии в Палестину, собрала войско и повела его против брата и мужа Птолемея XII. В далеком Риме тоже шла гражданская война. Цезарь в битве при Фарсале разгромил Помпея. Помпей бежал в Египет, надеясь, что юный Птолемей XII поможет ему, помня, что по завещанию отца Помпей является его опекуном. Но Евнух Патин решил, что невыгодно поддерживать проигравшего войну Помпея в борьбе против победившего Цезаря. По совету своих приближенных Птолемей XII приказал убить Помпея. Этим они надеялись заслужить расположение Цезаря. Когда в Египет прибыл Цезарь, Клеопатра со своими войсками находилась недалеко от Александрии. Она приказала одному из своих приближенных спрятать ее в мешок для постели, перевязать ремнями и ночью тайно пронести в царский дворец. Цезаря поразила ее находчивость и решительность. Клеопатра не была красавицей, но она была обаятельна и умела обворожить любого мужчину. Юная царица обладала прекрасным мелодичным голосом. Она знала несколько языков, была остроумна и образованна. Покоренный Клеопатрой Цезарь настоял, чтобы Птолемей XII царствовал вместе с ней, как и завещал их отец. Во время пира по случаю примирения цирюльник Цезаря подслушал разговор о том, что Евнух Патин и командир дворцовой стражи Ахилла организовали заговор против римлян. Цезарь приказал солдатам окружить зал, в котором шел пир. Патин был убит, Ахилла бежал и, собрав войско, начал войну. С Цезарем. Евнух и воспитатель сестры Клеопатры Арсеной Ганимед выкрал Арсеной из царского дворца и переправил ее в лагерь восставших. Они провозгласили Арсеную царицей Египта. Население Александрии поддержало восстание. У Цезаря было мало солдат, и он оказался в очень тяжелом положении. Цезарь даже отпустил к восставшим Птолемея XII, надеясь, что он уговорит их прекратить войну. Но Птолемей XII, оказавшись на свободе, возглавил восстание. Цезаря спасло то, что вскоре к нему прибыло подкрепление, и он разгромил восставших. Птолемей XII погиб в решающем сражении, Арсеной попала в плен, и Цезарь отправил ее в Рим, где она должна была во время триумфа идти в цепях за колесницей победителя. Клеопатру Цезарь сделал царицей Египта. Чтобы соблюсти обычай, соправителем царицы он назначил ее малолетнего брата Птолемея XIII. Но вместо того, чтобы как можно скорее вернуться в Рим к неотложным делам, к еще незавершенной борьбе за власть, Цезарь на несколько месяцев задержался в Египте. Он отправился вместе с Клеопатрой в путешествие в Верховье Нила. Они плыли на разукрашенном корабле в сопровождении 400 лодок и осматривали грандиозные египетские храмы. После отъезда Цезаря в Рим Клеопатра родила Суиния. Цезарь признал его и разрешил назвать Цезарионом. Когда Цезариону исполнился год, Клеопатра вместе с ним приехала в Рим. Цезарь поселил ее в своих садах за Тибром. Клеопатру официально объявили другом и союзником римского народа. В Риме ходили упорные слухи, что Цезарь собирается развестись со своей женой Кальпурнией. Сам он объявил о подготовке военного похода против Парфеи. Цезарь хотел сделать то, что не удалось Александру Македонскому – завоевать весь мир от Индии до Атлантического океана. Браги Цезаря утверждали, что столицей новой великой державы Цезарь решил сделать Александрию, где он будет править как царь вместе с царицей Клеопатрой. Эти слухи во многом ускорили действия заговорщиков, которые хотели убить Цезаря. Когда Цезарь был убит и прочли его завещание, стало известно, что своим наследникам он назначил усыновленного им внука своей сестры Гая Октавия, ставшего потом императором Августом Октавианом. Родного сына от Клеопатры Цезарь даже не упомянул завещание. Возможно, он не собирался делать Цезариона своим наследником, а его мать – официальной женой и соправительницей, и отношения с ней расценивал как экзотическое любовное приключение. Или же Цезарь не успел изменить свое завещание в пользу Клеопатры и Цезариона? Ведь погиб он-то. Неожиданно. В Риме Клеопатру ненавидели, как будущую царицу-владычицу, посигнувшую на свободу римского народа. Знаменитый оратор Цицерон писал ей, «Царицу я ненавижу, а гордости ее, когда она находилась в садах за Тибром, не могу вспоминать без обиды и оскорбления». При жизни Цезаря Клеопатра вела себя с римской знатью гордо и надменно. После убийства Цезаря ей пришлось бежать из Рима в Египет. Вернувшись в Александрию, Клеопатра приказала отравить своего брата, мужа и соправителя, 14-летнего Патолемея XIV. Она возила его с собой в Рим, чтобы враги не могли, воспользовавшись ее отсутствием, объявить его единовластным царем и низложить царицу. Избавившись от Птолемея XIV, Клеопатра объявила своим соправителем, царем и фараоном Египта, сына Птолемея Цезариона Филопатра и Филометра. Имена Филопатр и Филометр, любящий отца и любящий мать, подчеркивали, что именно Цезарион, сын Цезаря и Клеопатры, законный наследник и римской державы, и Египта. Когда началась война между убийцами Цезаря, Октавианом и Антонием, обстоятельства сложились так, что Клеопатре пришлось передать убийцам Цезаря египетские военные корабли. И хотя эти корабли не успели принять участие в боевых действиях, Антоний после победы над своими противниками потребовал, чтобы Клеопатра объяснила, почему она оказала помощь врагам Цезаря и не встала на сторону тех, кто мстил за его убийство. Встреча Антонии и Клеопатры состоялась в городе Тарсе, находившемся на побережье полуострова Малая Азия, недалеко от впадения реки Кидн в море. Клеопатра прибыла на корабле с веркающим золотом под пурпурными парусами. Гребцы гребли серебряными веслами в такт музыки флейт и кефар. Царица в уборе богини любви Афродиты возлежала на золотом ложе под сенью, расшитого золотом шатра. Ей прислуживали мальчики с опахалами, изображавшие эротов из свиты богини любви. На палубе танцевали девушки, одетые нимфами и харитами. По городу сразу же распространился слух, что сама Афродита явилась в Тарс. Горожане бросили все свои занятия и толпой хлынули на пристань, чтобы своими глазами увидеть прекрасную богиню любви. Встретившись с Антонием, Клеопатра дала пир в его честь. Пол зала, в котором происходило пиршество, был на локоть усыпан лепестками роз. Стены увешаны коврами, вытканными из золотых и пурпурных нитей. Золотая посуда была украшена драгоценными камнями. Пиршественные ложа отделаны золотом, слоновой костью и драгоценными породами дерева. Когда пир закончился, к его участникам подошли носильщики. Ложу и посуду Клеопатра дарил своим гостям. Каждый из них получал в придачу коня с серебряной упряжью, а домой каждого гостя сопровождал мальчик Эфиоп с факелом, чтобы освещать дорогу. Потрясенный роскошью и щедростью Клеопатры, очарованный красотой, умом и обаянием царицы, Антоний не стал вникать в объяснение Клеопатры по поводу того, каким образом египетские корабли оказались у его противников. Он без памяти влюбился в Клеопатру и готов был выполнять любые ее приказы и просьбы. В первую очередь она попросила убить свою родную сестру Арсеною. Когда-то Арсеноя пыталась захватить египетский трон. Пройдя за колесницей Цезаря во время его триумфа, она жила в Риме, но потом ей удалось бежать и укрыться в храме Артемиды в Эфесе, где в свое время укрывался ее отец, Птолемей Авлет. Храм имел право неприкосновенного убежища, но Антоний, чтобы угодить Клеопатре, готов был даже пойти против богов. По его приказу римские солдаты убили Арсеною и чуть не прикончили главного жреца храма. Чтобы спасти ему жизнь, жители Эфеса обратились к самой Клеопатре с просьбой помиловать старика, и она разрешила оставить его в живых. Спустя некоторое время Клеопатра родила от Антония Близнецов мальчика и девочку. В честь богов их назвали Александром Гелиосом и Клеопатрой Селеной. После этого события развивались так, что Антоний, по политическим соображениям, женился на Октавии, сестре Октавиана, вместе с которым он боролся против убийц Цезаря. Но Клеопатра решила во что бы то ни стало вернуть Антония. Октавия старалась заслужить расположение мужа преданностью и добропорядочностью. Она славилась скромностью и пользовалась уважением и авторитетом римлян. Октавия уговорила своего брата помочь Антонию деньгами и войсками, чтобы он мог осуществить свою мечту – завоевать Парфию. Но как только Антоний уехал из Рима, он направился в Египет, к ожидавшей его там Клеопатре. После поражения Антония в Парфянской войне она устраивала роскошные пиры, шуточные философские диспуты, спортивные состязания и поединки, праздничные шествия и увеселения. Пиры поражали удивительными блюдами и убранством. На одном из этих пиров Клеопатра растворила в винном уксусе самую дорогую в мире жемчужину и выпила этот напиток. О роскоши пиров говорит то, что даже ночные горшки для пирующих были изготовлены из чистого золота. А когда роскошь надоедала, все, переодевшись рабами, выходили ночью в город, устраивали веселые драки в кабаках и участвовали в забавах простолюдинов. Клеопатра приставила к Антонию египетского астролога, который предсказывал ему успех, победы и удачу, если рядом с ним будет она, царица Египта. Клеопатра одаривала друзей и приближенных Антония, и они не уставали говорить ему о том, что Октавия стала его законной женой, подчинившись воле брата из-за государственной необходимости. А Клеопатра, властительница огромного царства, не стыдясь звания любовницы, делает все, чтобы рядом был он, Антон. Клеопатра надеялась, что вместе с Антонием она добьется того, что они не успели сделать с Цезарем, станет владычицей мира. Антоний увлекался рыбной ловлей. Однажды, ничего не поймав, он огорчился, что Клеопатра была свидетельницей его неудачи. Он приказал ныряльщикам цеплять ему на крючок купленных у рыбаков огромных рыбин. Клеопатра сделала вид, что не разгадала эту хитрость. Она послала своего ныряльщика, который, опередив людей Антония, насадил ему на крючок в вяленую рыбешку. Когда Антоний под общий хохот присутствующих увидел, что выловил вяленую рыбу, Клеопатра сказала, «Оставь император удочки рыбакам. Твой улов. Города, цари, материки». В конце концов Антоний заявил о разводе с Октавией, коронавал Клеопатру царицей царей, подтвердил права ее сына Цезаря и написал завещание, в котором назначил своими наследниками Клеопатру и детей от нее. Октавиану удалось добыть это завещание и обнародовать его. После этого Рим объявил Клеопатре войну. Главная битва по настоянию Клеопатра состоялась на море, у мыса Акций. Она надеялась, что ее флот сильнее римского. Но в самый разгар боя, когда еще было неясно, на чью сторону склоняется победа, флагманский корабль Клеопатры, названный Антониадой, поднял паруса и позорно бежал. Антоний последовал за ним, битва была проиграна. В Александрии Клеопатра то опять устраивала фантастические по роскоши пиры, то готовила корабли, чтобы перетащить их через пустыню и, захватив свои несметные сокровища, переправиться через Красное море и добраться до Индии, то через послов уговаривала Октавиана назначить царем Египта одного из ее сыновей. Октавиан поддерживал с ней переговоры, боясь, что она убежит со своими сокровищами или утопит их в море. Но Октавиан настойчиво требовал, чтобы Клеопатра убила или изгнала Антония. Только после этого Октавиан соглашался ввести переговор о дальнейшей судьбе самой царицы Египта. Когда Антоний, потерпев поражение в последнем сражении, явился в царский дворец, слуги Клеопатры сказали ему, что она покончила с собой. На самом деле Клеопатра заперлась в огромной усыпальнице, построенной специально для нее около храма богини Исиды. Клеопатра рассчитывала, что, услышав о ее смерти, Антоний покончит с собой, и после этого ей удастся договориться с Октавианом. Антоний в самом деле сделал попытку самоубийства, но неудачную. Он только тяжело ранил себя. Узнав об этом, Клеопатра приказала доставить его в усыпальницу, и, истекающий кровью Антоний, умер на руках царицы. Когда в усыпальницу ворвались люди Октавиана, Клеопатра хотела убить себя кинжалом. У нее отняли оружие, обыскали, так как боялись, что у нее есть яд. После этих событий Клеопатра хотела уморить себя голодом, но Октавиан передал ей то, что если она не прекратит голодовку, он прикажет убить ее детей, и обещал сам навестить царицу. У Клеопатры опять появилась надежда договориться с победителем. Когда Октавиан явился в ее покое, Клеопатра пыталась оправдаться и во всем винила Антония. Она передала Октавиану список своих драгоценностей. Управляющий царицы заявил, что список неполный. Царица ответила, что она хотела отослать часть драгоценностей жене и сестре Октавиана с просьбой, чтобы они уговорили его помиловать ее. Октавиан уклончиво обещал, что не причинит зла Клеопатре. Через некоторое время один из римлян, знатный юноша Корнелий Долабелла, входивший в близкое окружение Октавиана и бывший тайным поклонником царицы, передал Клеопатре, что вскоре ее вместе с детьми отправят в Рим, где она должна будет украсить триумфальное шествие Октавиана. Тогда Клеопатра приняла последнее решение. Еще раньше, после того, как была проиграна битва при мысе акций, Клеопатра начала собирать яды и испытывать их на осужденных к смерти, ожидавших казнь. Оказалось, что сильные яды причиняют умирающему жестокие муки, а слабое часто не приводит к смерти. Тогда она стала испытывать действия змеиных укусов и установила, что только укус Аспида вызывает легкую смерть, без стонов и судорог, схожую с засыпанием. Изображение змеи Аспида украшало корону египетских фараонов. Считалось, что ее укус дает бессмертие и приобщает человека к богам. Клеопатра приказала приготовить себе купание, надеть на нее царские одежды и подать изысканный и роскошный обед. После обеда она написала письмо Октавиана. В это время стража пропустила к ней какого-то крестьянина, который принес для царицы корзину прекрасных смогов. В письме, отправленном Октавиану, Клеопатра просила похоронить ее рядом с Антонием. Прочитав письмо, Октавиан немедленно послал своих людей к пленной царице. Но она уже была мертва. Мертвы были и две ее служанки. На левом плече Клеопатры обнаружили две ранки от укуса змеи. Но самой змеи в комнате не нашли. Похоронили Клеопатру так, как она и просила, рядом с Антонием. Недалеко от них погребли и верных ей рабы. Во время триумфа Октавиана вместо Клеопатры за колесницей триумфатора несли ее изображение на смертном ложе и вели троих ее детей. Старшего из них, Цезариона, по приказу Октавиана, убили. Младших воспитала соперница Клеопатры, жена Антония, Октавия. Мумии Клеопатры и Антония сохранились до наших дней. Они найдены археологами и хранятся в Лондоне в Британском музее. Субтитры создавал DimaTorzok